Добрый вечер Надежда на то, что мир и разум восторжествуют Из этой веры я, Вадим Малышкин, и начинаю выпуск новостей Таллина События в Украине стали шоком и потрясением для жителей Эстонии Не случайно на антивоенный митинг в столице собрались десятки тысяч людей Среди собравшихся звучала эстонская, украинская, русская речь Есть события, которые никого не могут оставить равнодушными На митинге, где по разным оценкам собрались рекордные 30 тысяч человек, побывала и наша съемочная группа Рассказывает Сергей Вченков Собравшиеся люди на Площади Свобода в минувшую субботу продемонстрировали свою поддержку народу Украины А также выразили свое несогласие с военными действиями, которые проходят на территории этой страны Президент Эстонии Аллар Карис, выступая перед собравшимися, отметил в своей речи ужас и абсурдность той войны, которая происходит прямо сейчас Уже у сотен и сотен украинских и российских семей на столах стоят траурные фотографии, потому что кто-то из их близких погиб в этой непонятной войне Мои глубочайшие соболезнования семьям всех этих жертв Станции Киевского метро, где люди прячутся сегодня от смерти, напоминают бомбоубежище времен Второй мировой войны, в которых жители России, Украины и Белоруссии искали защиты во время авианалетов нацистов Нынешняя война невероятно, абсурдна и ужасна На митинге также выступили музыканты, которые также выразили своим творчеством солидарность с необходимостью достичь мира как можно быстрее Среди выступающих был также музыкант, который представит нашу страну на конкурсе Евровидения в нынешнем году Стефан Айропетян Я думаю, никто не хочет войны, мы все хотим мира Поэтому мы и пришли сюда, чтобы поддержать Украину, поддержать людей, которые там, кто как приносит тут вещи людям Мы артисты, мы держим дух людей с песнями, я думаю, это самое важное сейчас Обыкновенные люди и чиновники, которые пришли на митинг, также высказали свое мнение относительно происходящего на территории Украины Дело не в том, что какие у людей политические взгляды, консерваторты или либеральных взглядов Людей бомбят, братья убивают братьев, такого не должно быть Поэтому я здесь Всем министерствам было дано задание проанализировать ситуацию и выяснить, чем каждое из государственных учреждений может помочь Украине Министерство обороны также провело утром совещание, на котором мы обсудили дополнительные меры поддержки На площади свободы был установлен фургон, который принимал от всех желающих различную гуманитарную помощь жителям Украины И очень важно, что во многих речах звучали мысли о том, что отношение к ситуации ни в коем случае нельзя переносить на русских людей, живущих в Эстонии Причем первым это подчеркнул именно президент страны И хочется верить, что эта мысль дошла до большинства собравшихся Сергей Овченков, Михаил Владиславлев, Мартейнло, Новости Таллина Сегодня Министерство обороны Эстонии пригласило журналистов на пресс-конференцию, посвященной развитию ситуации вокруг Украины Было важным узнать, что думают военные структуры о нынешней ситуации и как она может сказаться и на нашей стране Чтобы дать всесторонний анализ происходящего, к собравшимся вышли глава разведцентра сил обороны, канцлеры Министерства обороны и иностранных дел И вот какие новости из сферы безопасности узнал Михаил Владиславлев Предполагается, что в ближайшее время брифинги в Министерстве обороны будут проходить каждый день Ведь работа в ведомстве идет едва ли не круглосуточно То же касается и других причастных министерств от иностранных до социальных дел Это относится и к другим европейским странам и чиновникам Брюсселя С военной сводкой журналистов ознакомил полковник Марго Гроссберг, глава разведцентра сил обороны Существенных изменений нет У российских сил обороны по многим направлениям вступает второй эшелон войск Что, по мнению эстонских экспертов, свидетельствует о том, что украинским военным удается сдерживать наступление Несмотря на утерю в большой мере контроля над воздушным пространством Предполагается, что следует ожидать и высадки десанта в районе Одессы В минувшие дни заметно изменилось отношение многих стран в Европе к военной помощи Украине Евросоюз готов ее финансировать Понятно, что наша общая реакция на происходящее была драматической и решительной Но то, что, как мы все видим, происходит на Украине, гораздо драматичнее Всем понятно, что безопасность не является чем-то самим собой, разумеющимся и бесплатным Всем понятно и то, что Украина нуждается в нашей помощи и поддержке Решение принимается достаточно быстро Порой в течение дня завершается обсуждение и принимается политическое решение На следующий день остается лишь юридическое оформление В МИДе считают, что запас санкционных мер далеко не исчерпан и каждый день будет приносить новые Их цель – как непосредственная помощь Украине, так и повышение цены военной операции для России Наиболее серьезное решение приняла Германия, ранее не поставлявшая детальное оружие в зоны конфликтов Теперь позиция страны изменилась Швеция оказывала военную помощь в последний раз в 1939 году Нейтральная Швейцария готовится присоединиться к санкциям Поток помощи и военный, и гуманитарный растет Возникает вопрос о пропускной способности логистических цепей Логистика работает В Эстонии работают профессионалы Во всех странах НАТО есть военные и гражданские логистики, которые знают, как это делается Все ли работает безукоризненно и быстро? Конечно, нет Сигналы о необходимых вещах выросли в разы Есть проблемы, ведь Украина в войне С этим мы справимся Вся помощь прибудет в правильном порядке Первым оружие, следом все остальное Эстония координирует свои действия с европейскими союзниками А также США, Канадой и Великобританией, не входящей в ЕС Активную помощь оказывают жители Таллина Как простые граждане, так и юридические лица Помощь самая разная От лекарств и медикаментов до инфотехнологических решений, солдатских пайков и вспомогательного военного оснащения Важно, чтобы помощь была целесообразной Для этого лучше обратиться к интернет-странице Красного Креста или общественного движения для Украины Михаил Лисларов, Пиетер Юлевайн, новости Таллина Жизненные ситуации бывают очень разные У кого-то есть родственники в Украине Кто-то из жителей Эстонии волей судьбы оказался там в это сложное время И не может выбраться домой Поэтому очень важно не только внимательно следить за рекомендациями МИДа нашей страны По поводу перемещений между Эстонией, Украиной и Белоруссией Но и тщательно им следовать О чем расскажет материал Сергей Овченкова Если раньше нам диктовал условия в плане, куда можно поехать, а куда лучше не надо коронавирус То теперь, к сожалению, из-за военных действий на территории Украины Такие рекомендации настоятельно выдает Министерство иностранных дел Так, например, накануне на сайте учреждения появилась обновленная информация Относительно поездок в Россию или в Республику Беларусь МИД Эстонии не советует ездить сейчас в Россию и также не советует ездить в Беларусь И мы просим, конечно, очень тщательно взвесить, прежде чем туда отправляться Но вообще лучше, конечно, туда сейчас лишний раз не ездить И для тех людей, которые сейчас находятся или в России, или в Беларуси Обязательно зарегистрируйте свое местонахождение на сайте МИДа, рейсе, таркаль.вм.е Зарегистрироваться на портале не составляет никакого труда Для этого необходимо ввести свои данные, номер телефона, место и дату прибытия А также время, когда вы планируете отправиться обратно Таким образом, у Министерства иностранных дел будет информация, позволяющая с вами связаться в случае экстренной ситуации Также настоятельно рекомендуется ознакомиться с адресами и контактными данными учреждений, представляющих нашу страну за рубежом Это можно сделать непосредственно на странице Министерства иностранных дел Запретить мы кому-либо ничего не можем, но мы все-таки настоятельно рекомендуем не ездить туда без лишней необходимости И также те люди, которые сейчас там находятся, все-таки постарайтесь найти возможность уехать После последних событий уровень риска высок, как никогда Конфликт может в любой момент перейти в более жесткую фазу Кажется нереальным, что на территории современной Европы может случиться полномасштабная война Однако это будет означать самые ужасные гуманитарные последствия Многие услуги, в том числе и дипломатические, осуществлять будет крайне затруднительно Сергей Овченков, Март Эйнло, Новости Таллина Украина столкнулась с гуманитарной катастрофой и попросила помощи, чтобы справиться со сложной ситуацией Эстония оперативно приняла это предложение и, как сообщается, сегодня помощь уже доставлена В частности, в Украину отправили подготовленную в спасательном департаменте партию оборудования для установки палаточного лагеря Илья Бань с подробностями Спасательный департамент Иране организовывал отправку гуманитарной помощи В середине минувшего лета 10 палаток спасательного департамента ценой в 200 тысяч евро были отправлены в Литву Которая, если помните, испытывала серьезные трудности из-за наплыва мигрантов Несколько дней назад гуманитарный груз ушел в Украину Это должно помочь людям в сложной гуманитарной ситуации, в которой они оказались из-за военных действий по всей стране Любая помощь дает уверенность, что есть сильнейшая поддержка Украины И они не одиноки С искренней надеждой, что эта несправедливая ситуация должна скорее прекратиться В партии, отправленной на Украину, находятся 6 палаток, 200 спальных мешков, 200 кроватей, 4 дизельных генератора и 6 систем отопления палаток Сегодня ночью уже пришла информация о том, что наша помощь прибыла и таможенные службы Украины приняли нашу помощь По всей Эстонии идет сбор вещей и средств для реализации гуманитарных целей в Украине В этом первом гуманитарном конвое отправлена партия для установки палаточного лагеря И это неудивительно, ведь в ежедневную работу спасательного департамента, помимо самих спасательных работ в Эстонии, входит и международное сотрудничество Спасательный департамент может помочь как в логистике, спасательными командами, своими знаниями, так и техническими ресурсами В зависимости от того, какая помощь необходима в данный момент, сказал заместитель генерального директора спасательного департамента Андрея Санвельт К тому же мы можем быть уверенными, что и мы не останемся одни, если нам вдруг потребуется помощь Пока, к большому сожалению, нет никаких намеков на улучшение ситуации в Украине И еще ни один гуманитарный конвой из Эстонии будет отправлен жителям Украины Последовательность при оказании помощи следующая Прежде всего, государство само обращается к Эстонии Украина прислала большой перечень необходимого Эстония рассматривает запросы, взвешивает свои возможности, а Министерство иностранных дел, в свою очередь, изыскивает денежные средства Если все пункты сходятся, то это будет означать отправку дополнительной гуманитарной помощи Украине Стоимость оборудования, отправленного в Украину, составляет 161 700 евро И оно было профинансировано Министерством иностранных дел Отдельная тема – финансовая и прочая помощь жителей Эстонии через Красный Крест Здесь есть перечень предметов, которых уже более чем в достатке, а что-то по-прежнему крайне необходимо Что именно? Об этом далее пойдет речь с нашим гостем Илья Бань, Мартейнло, Новости Таллина Общество Эстонского Красного Креста организовало сбор денежных средств, постельных принадлежностей и предметов гигиены для помощи жителям Украины О том, как эту помощь можно оказать и что именно нужно пострадавшим, мы попросили рассказать гостя студии, вице-президента Эстонского Красного Креста Томаса Сепа Томас, добрый вечер Добрый вечер Итак, Красный Крест Эстонии организовал помощь жителям Украины Всех неравнодушных эстонцев призывает помочь Ну, это не первая акция Красного Креста, оказание помощи, а как раньше, кому и где помогал Красный Крест Эстонии? Последние годы мы помогали в Австралии, где были пожары Пейрут, тоже мы посылали свою помощь Нагорно-Гарабахским пострадавшим посылали свою помощь И тоже в Хорватию, где были землетряжения И Афганистану тоже для поддержки беженцев Сейчас Красный Крест Эстонии откликнулся очень быстро на просьбу украинского Красного Креста о помощи И это тоже не первая акция помощи жителям Украины Но в таком масштабе, конечно же, никто не мог представить, что так случится И такой масштаб помощи понадобится Чем сейчас наши жители могут помочь жителям Украины? Сперва я уже хочу сказать большое, огромное спасибо тем, которые уже пожертвовали Мы сейчас принимаем в своем магазине красный крестик, как паровод Что именно новые, это было желание украинского стороны, новые одеяла, подушки Постельные принадлежности, предметы личной гигиены, можно переводить деньги И, кстати, о денежных средствах, как можно их перевести на счет Красного Креста или же какой-то отдельный счет? У нас при Эстонской Красного Креста отдельный счет, эта информация есть И уже у нас сотни тысяч туда евро поступило С чем мы нуждаемся? Именно добровольных помощников во время дня У нас есть те, которые работали в выходные дни, вечером Но нам работу надо провести и днем Так что, если есть волонтеры, пожалуйста, свяжитесь с нашим Красным Крестом Или в Таллине, или в Эстонии, у нас есть все контакты на веб-сайте Ваша помощь и в материальном виде, и своими руками нам очень пригодится А что не нужно нести, потому что люди хотят помочь и готовы нести и еду, и какие-то теплые вещи? Пока мы об этом не нуждаемся Мы очень четко работаем в контакте с сталинским коруправом, с эстонскими организациями Чтобы именно выяснить, в чем люди нуждаются И те, которые там, и те, которые поступают сюда И тех мы будем помогать Видя тех самых одеял, подушек Но и будем в сотрудничестве точно уже выяснить, какие требности Человек перевел деньги или принес какие-то предметы гигиены Насколько можно быть уверенным, что эта помощь дойдет до людей, нуждающихся в Украине? Красный Крест — это мировая организация Я вас точно уверяю, что все, что на этой цели собрано, туда и попадет Томас, огромное спасибо Я желаю успеха и мирного неба над головой Спасибо, и вам тоже Итак, первые партии помощи уже отправлены в украинский Красный Крест Оттуда волонтеры отправятся с пакетами помощи непосредственно к людям Но, как отметил наш гость, вице-президент эстонского Красного Креста Томас Сеп Вся необходимая дополнительная информация есть на сайте эстонского Красного Креста И к другим новостям Начиная с сегодняшнего дня, пациентов поликлиники Магдалена и Даталинской центральной больницы Будут принимать во временном модульном городке в корпусе Y Руководство больницы сообщило, что постаралось создать максимальное удобство для тысяч пациентов на время ремонта Так, например, приемные часы не меняются Эта новость важна для многих таллинцев, ведь за день поликлинику посещает примерно 800 человек Двухэтажное модульное здание создано для временного приема пациентов Оно расположено во внутреннем дворе больницы со стороны улицы Магдалена На первом этаже находятся регистратуры, кабинеты врачей и зоны ожидания, расположенные на обоих этажах Через корпус А со стороны Пярненского шоссе могут на прием приходить пациенты онкологического или оториноларингологического центров Временное здание для приема пациентов будет использоваться вплоть до окончания ремонтных работ корпуса D Мы просим пациентов быть очень внимательными Если вы идете в поликлинику, то, пожалуйста, идите с запасом времени Лучше всего быть на месте за 15 минут до назначенного времени, чтобы удобно припарковаться и найти новое месторасположение поликлиники Новый дом на той же территории, но вход с другой стороны Поэтому следите, чтобы на здании был знак Y В новом помещении работают все врачи-специалисты Но сегодня только первый день, так что пока даже не весь медперсонал разобрался, где какие кабинеты находятся Но уже через пару дней все привыкнут к другой обстановке Важно еще знать, что в этом здании лифта нет Зато на первом этаже есть специальный кабинет, где врачи принимают пациентов с трудностями в передвижении Конечно, все эти изменения комфортными не назовешь Но медики надеются, что открытие обновленной поликлиники перевесят все временные трудности Мы планируем открыть новые кабинеты для пациентов и для врачей Зона ожидания и другие комфортные помещения Семейные врачи получат новые просторные кабинеты Они перейдут вместе с нами в этот мобильный городок Сейчас семейные врачи находятся еще в старой поликлинике Сюда они переберутся на следующей неделе Ремонт запланирован на полтора года Окончание работ в поликлинике Магдалена намечено на весну 2023 года После этого модульный городок демонтируют и восстановят во дворе прежнее озеленение Вход в поликлинику, который используется сейчас, будет закрыт начиная с 11 марта С этой даты поменяется и вход в центр хорошего здоровья Куда можно будет попасть с правой стороны от нынешнего входа в поликлинику Запис на прием и дополнительная информация по телефону 666-1900 Лена Тараская, Петр Юлевайн, Новости Таллина Сегодняшняя погода будто стала предвестником того, что завтра наступает весна И также завтра, 1 марта, стартует масленичная неделя Которая как раз и означает яркие проводы зимы и наступление долгожданной весны Поесть вкусных блинов, покататься на коньках, потанцевать, посмотреть выступления различных артистов Все это и многое другое можно будет уже начиная с завтрашнего дня Да, безусловно, на фоне событий последних дней трудно думать о праздниках Тем не менее, особенно важно поддерживать друг друга в такое непростое время И стартующая завтра масленичная неделя Это как раз повод объединиться и всем вместе отдать дань культурным традициям Ведь масленица – праздник, который отмечают многие народы А с учетом того, что Таллинн – город многонациональный Уже много лет на масленичные гуляния наши жители выходят все вместе Сегодня мы живем уже в другом мире, в другой Европе, не той, к которой мы привыкли Именно поэтому нам важно всем собраться, чтобы почтить в дружественной обстановке традиции, которые живут вместе с нами И масленица является отличным примером этих традиций, ведь они формируют культуру, а культура, в свою очередь, формирует самосознание В районе Кесклин масленицу будут отмечать завтра на катке на горке Харью На открытии мероприятия в 18.00 на лед выйдут фигуристы, которые продемонстрируют захватывающие танцы на льду После выступления все желающие до 9 часов вечера смогут бесплатно покататься на катке Поддерживать настроение и согреться поможет хорошая музыка и горячий чай Также завтра можно будет посетить и музей под открытым небом в Рокальмары Где запланирована яркая и интересная программа И где, конечно же, одним из главных блюд будут традиционные блины У нас будет много интересного У нас будут разные ансамбли славянские, будут выступать, петь масленичные песни и просто русские народные песни Плюс удмурты будут нас знакомить с своими масленичными традициями Конечно, можно попробовать разные блины с разной начинкой из настоящей крещеновой муки Можно медовые пряники попробовать, чай из самовара Можно сами пробовать блины в печке, если кто-то захочет Можно делать чучело из соломы и потом сожечь это У нас будет большой костер Более подробную информацию о том, что и где будет проходить в музее под открытым небом, можно найти на сайте музея Различные мероприятия на этой неделе, по случаю масленицы, пройдут и в других частях города В парке Левенру, начиная с 17.00 завтра, также ожидают всех желающих на празднование широкой масленицы На выходных мероприятия пройдут и в Ласнаме, и Пыхья Таллине Но об этом мы обязательно еще напомним в пятницу в нашей программе Как и то, что блин – это символ солнца, которое сегодня вышло из-за туч Давайте узнаем, будут ли такими же солнечными и другие масленичные дни Вадим Малышкин, Марта Инло, новости Таллина Предстоящей ночью ожидается преимущественно ясная погода без осадков Возможен туман, ветер юго-западный – 3,9 метров в секунду Температура от 0 до 2 градусов мороза Завтра днем – солнечная погода, ветер юго-западный-западный порывами до 14 метров в секунду Температура воздуха от плюс 3 до плюс 5 градусов В ночь на среду облачность увеличится, однако существенных осадков не ожидается Ветер юго-западный – 5-10 метров в секунду Температура воздуха от плюс 1 до минус 2 градусов В среду днем – облачно, с прояснениями, без осадков Ветер юго-западный-западный – 4,8 метров в секунду Температура от 2 до 4 градусов тепла В ныжный четверг облачность уменьшится, погода без осадков Ветер западных направлений – 4,9 метров в секунду Температура воздуха от 3 до 2 градусов мороза Четверг днем солнечно, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду и температура воздуха от плюс 1 до плюс 4 градусов. В привычное для телезрителей время, по будням в 21.00. Не ищите за этим каких-то подводных камней, просто телеканал 3 плюс с марта прекращает свое существование. И тогда город предложил возможность разместить русскоязычную новостную программу всем заинтересованным телеканалам. И вот договоренность достигнута, и уже завтра мы начинаем выходить в 9 вечера на телеканале Дуо 7, а также на кабельном канале ТВН. А с 3 марта передача также появится в эфире телеканала 1 плюс 2. Мы уверены, что вам не составит труда найти нас на этих телеканалах. Когда я говорю найти нас, имеется в виду, что вести передачу будут по-прежнему Екатерина Плехова и я, Вадим Малышкин, а работают над ней знакомые вам журналисты. О доступности телеканалов спрашивайте у операторов сетей кабельного телевидения. Так что мы прощаемся с каналом 3 плюс, который благодарим за сотрудничество. И надеемся, что уже завтра вы включите новости Таллина на канале Дуо 7 и ТВН, а с 3 марта и на канале 1 плюс 2. Всего вам доброго и до встречи завтра!